Газификация В 2018 году в районе сняли паузу в газификации территории. Проделана большая работа. Построены распределительные газопроводы низкого давления к деревням Каликино, Мастечно, Иванцево, Паньково. 12 домовладений деревни Паньково уже потребители газа. Линия газоснабжения в населенном пункте проложена таким образом, чтобы все дома имели возможность подключения в перспективе. Местные жители отмечают, что стали покупать участки. Деревня уже разрастается. В рамках подпрограммы развития газификации Ивановской области в 2021-2022 годах работа начнется в направлении села Дуляпино. Субсидия на строительство составляет 21 миллион рублей. Кроме того, при поддержке губернатора региона сэкономленные по итогам торгов средства от предыдущих проектов в размере 3,5 миллиона рублей направили на газификацию сел Фряньково, Батеево, где газового топлива ждут 73 домовладения. Развитие сельских поселений. В пять раз увеличилось финансирование сельских поселений по сравнению с 2016 годом. С 2018-го впервые в рамках отдельной муниципальной программы на благоустройство территорий сельских поселений из районного бюджета дополнительно выделили по 1 миллиону рублей. Целенаправленно на ремонт дорог выделено по 750 тысяч рублей. Для четырех сельских поселений приобретены новые автомобили, так как автопарк не обновлялся с 2000 года. В 2019 году провели капитальный ремонт дороги Фурманов-Дуляпина, на что было направлено 110 миллионов рублей из областного бюджета. В рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», «Государственная программа Ивановской области развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области» реализован проект благоустройства памятника природы «Липовая роща» села Фряньково. По просьбам жителей и представителей православной церкви в этом году начали строительство двух купелей. Во Фряньково уже завершили работы. В Шатрово купель откроют в начале 2021 года. Здравоохранение. Сфера не находится в ведении района, но администрация муниципалитета прикладывает все усилия для ее развития, работая совместно и с руководством Фурмановской ЦРБ и с Департаментом здравоохранения области. Так, подрядчики завершают капитальный ремонт здания на улице Возрождения, 4. В рамках муниципального контракта заменена кровля, пол, окна, смонтированы системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Осталось выполнить 10% от всего комплекса работ. Штукатурить и красить наружные стены будут уже весной. Для предоставления стоматологических услуг населению уже завезли новое оборудование. Основа интересной и здоровой жизни – образование, культура и спорт. Один из главных приоритетов – сфера образования. За последние несколько лет в Фурмановском районе совершили рывок в развитии современной образовательной среды. Кратно увеличили финансирование на подготовку к учебному году с 7,5 до 35 миллионов рублей. Благодаря участию в федеральных и региональных проектах открыли три точки роста, два класса цифровой образовательной среды. В первом полугодии также за счет экономии приобрели компьютерную технику на 2,5 миллиона рублей. В преддверии нового года еще полтора миллиона направлено на приобретение в образовательные учреждения дополнительной компьютерной оргтехники, а также оборудование, детской, учебной мебели и спортивного инвентаря. Сэкономленные по итогам финансового года средства сферы образования направлены на ее же развитие. Новый лыжный инвентарь закуплен в детско-юношескую спортивную школу. Для школы номер 8 купили учебную мебель, детскую в дошкольные учреждения номер 6 и 9, дополнительную современную компьютерную технику установили в Дуляпинскую сельскую школу, а также городские номер 3 и 7. В 2020 году к педагогическому коллективу района присоединились семь молодых специалистов. В большинстве школ обновлены спортивные залы в рамках программы «Детский спорт 37», тренажерные площадки на открытом воздухе. Выполнен ремонт асфальтового покрытия всех пришкольных территорий. В 2021 году аналогичные работы будут выполнены у детских садов. Развивается движение кадетов и WorldSkills. Продолжается реализация проектов кадры для бизнеса, промышленный туризм, работы, центр профориентации.